Депутаты, представители бизнеса, муниципалитетов и духовенства собрались оценить отчет Андрея Чибиса в рамках заседания областной думы. Впрочем, в этот раз о достижениях и положительных изменениях в Заполярье рассказал не только губернатор, но и сами северяне. Презентация о социально-экономическом состоянии региона сопровождалась видео-вставками. Первое – ролик о текущем положении Мурманской области. 4500 новых рабочих мест, седьмое место в рейтинге по доле городов за благоприятной городской средой и более 8000 многодетных семей. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась Мурманская область в прошлом году, экономика региона показала надежность и устойчивость. Начал свое выступление губернатор. Тяжелый был год. Тяжелый. И, конечно, турбулентность экономики, мировых рынков, она не позволяла строить никакие прогнозы. Мы просто вместе с компаниями, с предпринимателями очень активно старались сделать все, чтобы не обвалить экономику. И даже те ограничения, которые мы вводили, мы действовали очень аккуратно для того, чтобы был экономический рост. Каждое звено играет свою роль. И если, например, какое-то звено ушло, то работа уже не отмечается таким путем, как она есть. И поэтому именно от экономики, именно от участия в бизнесе, от развития государства частного партнерства зависит именно развитие социальной сферы. Это здравоохранение, это образование и на самом деле реализация всех национальных проектов. Область попала в десятку благополучных регионов по соотношению зарплаты и прожиточного минимума. Средняя зарплата в Заполярье сейчас на 35% выше, чем по России. Во многом это заслуга крупного бизнеса, представленного в Бурманской области. Многие компании именно сейчас реализуют амбициозные проекты развития. Проект для нас очень важный. Здесь мы договорились с компанией, их внедрители, о том, что в Мочегорске появится суперсовременное медное производство благодаря тем преференциям и стоимости электроэнергии, которые сегодня нам удалось для этого проекта решить на территории Мурманской области. Спасибо компании за очень активное инвестиционное участие. Еще один важнейший проект – «Реновация зато». В 2020-м сформирован и согласован с правительством страны комплексный план развития. В 2021-м запланирован первый этап реновации. Несмотря на ковидный год, Мурманская область оказалась на 20-м месте в стране по привлечению инвестиций. Вклады в основной капитал выросли на 4,8%. Этому способствовало в том числе создание в регионе территории опережающего развития, принятые законы с пакетом преференций и льгот для резидентов Арктической зоны Российской Федерации. И очень здорово, что количество резидентов растет. Кстати, в Арктической зоне подавляющее большинство резидентов – это резиденты Мурманские. И это очень здорово. Это значит реальная поддержка бизнеса, которая оказывалась и на федеральном уровне, и на региональном уровне Мурманской области, она реально работает. Мурманская область стала лидером по количеству резидентов. На сегодня их всего 47. С одним из них познакомили прямо во время выступления. Правда, дистанционно. Я Матвиенко Виталий, управляющий партнер компании «Умная среда Мурманск». Занимаемся борьбой с мусором. Мы берем мусор, это упаковочный материал, те же пакеты, бутылочки, баночки. Смешиваем его с песком и делаем нужные полезные вещи. Лавки, урны, цветники. В принципе, этот материал используется и для обустройства зон отдыха, городских и частных территорий. Холдинг «Умная среда» — это чистая российская идея. Порядка 30 партнеров от Хабаровска до Калининграда, и теперь уже за полярным кругом, открылись и мы. Понравилась идея, потому что есть проблема пластик, мусор, которого у нас много. И есть даже проблема с благоустроенными территориями. Пазлы сложились. Есть мусор, есть технология, и есть куда эту технологию применить. Этот материал, он даже создан для наших условий, он крепкий, прочный, сравним с бетоном, но гораздо лучше, чем бетон. Беспрецедентные средства направили в медицинскую отрасль. Это почти 30 миллиардов рублей. Запущена масштабная пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. Это новые ФАПы, оборудование для больниц, начало глобальной реконструкции онкодиспансера. Впрочем, ковид вынудил направить большие средства сверх плана не только в медицину, но и на поддержку малого и среднего бизнеса. Это антикризисные льготные микрозаймы, губернаторский стартап, гранты и не только. Почти каждый пятый предприниматель в нашей области получил прямую финансовую поддержку. Это более пяти тысяч человек. И сегодня мы видим позитивную динамику и увеличение количества рабочих мест в этом секторе. А происходило всегда снижение. И увеличение количества самозанятых, этот инструмент стал очень популярным. И, конечно, очень здорово видеть, как реализуются те проекты, которые мы впрямую поддерживаем. Особое внимание Андрей Чибис уделил стратегическому плану «До сей в решить». В его основу легли результаты народного голосования. Из запланированных 7,5 тысяч мероприятий десятилетнего плана за год реализовано уже 760. Я хочу сказать, что эффект от этой работы чувствуется в каждой точке нашего региона. Даже в самой отдаленной, например, у нас в Кандалажском районе, когда только формировалась эта стратегия, мы активно в нее включились. И сегодня активно ее реализуем. У нас ремонтируются десятки дворов, строятся новые дороги, строится новое жилье в Волокурте, в Зеленоборском, построены ФАПы, в Кавдозеро и Зареченске. Впрочем, достигнутыми результатами довольствоваться рано. По мнению губернатора, стратегический план «На севере жить» должен стать еще ближе к потребностям северян. Акцентировал свое внимание Андрей Чибис и на социальной сфере. Например, программу «Зарплата мамы» продлили до 2026 года и распространили на женщин с временной регистрацией. Также хочу отметить, что очень важно, что мы при таком сложном экономическом положении, мы все-таки оставили и действует проект «Зарплата мамы». У нас проиндексировано региональный материнский капитал, что не может не отражаться на качестве жизни наших семей и детей в целом. Бюджет Мурманской области остался и остается социально ориентированным. Для меня очень важно, что я как человек, занимающийся проблемами детского населения, семьи, для меня очень важно, что мы смогли очень оперативно предпринять ряд мер и дети у нас смогли закончить учебный год вовремя. Доклад главы Мурманской области продлился полтора часа. Не оставили без вопросов губернатора и после вступления. Андрей Владимирович ответил на все вопросы, которые были заданы представителями всех наших фракций. Вот перед этим, должен сказать, что мы получили все, на все письменные наши вопросы, которые подавала фракция, вот мы все получили ответы. Я сам изучал его, весь этот отчет, и я даже с учетом вчерашнего заседания, о чем говорили мои коллеги, в бурное шло обсуждение бюджета области исполнения его за 2020 год. Я считаю, что полностью все сферы деятельности, которые находятся в нашей области, они все были вплачены губернаторами. Завершилось заседание голосованием. Большинством голосов парламентарий отчет губернатора приняли.